Хорошо, добрый день всем. Мне бы хотелось поблагодарить за приглашение организаторов, конечно. Хочу поблагодарить ведущих наше заседание. Я рад быть здесь, я рад говорить о теме, которая несколько отличается от той темы, которую освещали предшествующие выступающие. Я буду говорить о неоплазмах, да? Собственно, да. Неоплазма и желудочно-кишечный тракт. Мы говорим здесь о нескольких группах с точки зрения прогноза. Это средняя часть, которая включает все небольшие кишки, включает ободочные кишки, и затем желудок – это центральная часть и левая часть толстой кишки. И, наконец, конечно, это третья группа – группа поджелудочной железы. И мы их классифицируем по основным патологическим параметрам по индексу пролиферации и морфологии. И вы видите, что здесь у нас есть классификация по ВОЗ и одна по ЖКТ. Мы здесь видим основные две подгруппы – НЕЦ и НЕКС, то есть это карциномы и опухоли. Это нижний промежуточный уровень. Карциномы – это полочно-дифференцированные группы, то есть две основные группы с точки зрения морфологии рака. И здесь мы видим индексы пролиферации. Мы видим здесь эту классификацию. Группа НЕЦ и группа НЕКС – это классификация ВОЗ 2010 года. Что касается поджелудочной железы и классификации 2017 года. Новая категория здесь добавлена, а именно НЕД-ЧИ-3, вы здесь видите. Хорошо дифференцированная, но с новой категорией, новая категория, которая была добавлена именно в группу панкреатитов. Потому что она, конечно, тоже важна и для ЧИАИДУ, для синего документа по будущему году. Если мы будем с вами говорить об опухолях НЕЦ, какова же эпидемиология опухолей этой группы? Большая часть НЕЦ – это гастропанкреатический тракт. Именно поэтому здесь, именно поэтому мы об этом говорим, потому что большая часть НЕЦ этих опухолей – это опухоли пищеварительной системы. Если мы с вами будем рассуждать в терминах карциномы НЕК, то здесь иное. Здесь потому что большая часть их располагается в легких, и очень редко они возникают в пищеварительной системе. То есть, есть колоссальное различие между НЕЦ и НЕК с точки зрения эпидемиологии, когда мы говорим о гастропанкреатическом тракте. Теперь, что касается генетики, генетики этих опухолей. Мне бы хотелось привести некоторые примеры. Если мы говорим о НЕЦ, то здесь генетика весьма отлично от нейроидоплазмы и от злокачественных опухолей, например, поджелудочной железы. Здесь совершенно разные генетические основы. И здесь есть работа очень интересная, опубликованная два года тому назад. профессор Скальпа возглавляет группу, которая говорит об основных альтерациях, генетических альтерациях, которые обнаружены в ПАНЭЦ. Вы видите здесь, что чаще всего изникают основные альтерации, которые связаны с НТРЭКС. И если мы будем говорить об изменениях и альтерациях, здесь обнаружены новые альтерации. Вы здесь видите, они здесь описаны, например, с арктома Юинга. Прежде они были неизвестны в этой группе спорадических НЕЦ. И мы видим здесь эти альтерации. Теперь в этой работе также все пробы были, все образцы были хирургическими образцами. Это означает, что на всех пациентах была проведена операция. И очень важно помнить о том, что именно так это было. Все эти раки были спорадическими, и все эти опухоли были первичными. Таким же образом, изучение серии метастаз. Это данные из Нью-Йорка. Восемь пациентов. Следовались и соматические альтерации в данной ситуации были такими же. В основном 50-60% это ДАКСНТРЭКС и склероз, это комплекс тубероза-склероза. И в этой ситуации авторы использовали генетические данные в банке данных. Здесь все образцы были метациотическими образцами, но в то же самое время они были также спорадическими. И если мы будем говорить об этой работе, то должны сказать, что там более 700 пациентов джатнет были. Не только панкреатических пациентов, но эти пациенты в любом случае были поделены на две группы. Низкого уровня и высокого уровня. То есть высокой прогрессии, низкой прогрессии. И мы здесь видим это распределение по группам. То есть генетический профиль может быть весьма различным, если мы изменяем уровень НЭЦ. Но НЭЦ также являются очень интересными. Если мы сравниваем НЭЦ из легких, то они будут отличаться от НЭЦ по другим ракам. Есть очень интересная работа, представленная АСКО другой группой авторов, которые говорят о том, что если мы будем сравнивать мелкоклеточный рак, легочный, то мы можем видеть здесь высокую экспрессию. Но если мы возьмем НЭК из другой части легких, то вы можете увидеть, что здесь частотность значительно ниже. Давайте теперь поговорим о том, как можно планировать терапию. В случае JEPNEDS. В нашей клинической практике что мы обычно видим по JEPNEDS в следующей форме? В основном это метастазы. Конечно, мы сталкиваемся с метастазами в печени. Это означает, что клинических симптомов нет, связанных с опухолью. Они скорее спорадическими являются и обычно. Они ССТР-позитивные. То есть используются функциональные анализы, которые необходимы для того, чтобы понять, с чем мы имеем дело. И мы, конечно, должны это делать для того, чтобы понять, каков будет у нас, так сказать, ландшафт терапии. В 70-е годы в Соединенных Штатах одобрили определенные приемы. И кентерферон использовался в том числе. Но надо сказать, что это существовало только до 2000 года. В последние несколько лет наблюдается расширение возможностей терапевтических. Многие из них уже прошли одобрение. И, доктор Тай, на самом деле есть, конечно, терапии, которые направлены не только на контроль синдрома, но также на лечение рака как такового. И последнее одобрение было выдано ПРАТИ. Это радиониклеинная терапия, пептидная. И здесь мы должны сказать, что по всем джебнетам одобрена эта терапия. Есть другие виды терапии, которые мы можем использовать даже без предварительного одобрения. Поэтому мы можем использовать пример возможного подхода к пациенту с метастазами. Конечно, мы можем говорить сейчас только о первой линии терапии. И здесь можно говорить о возможности использования Эверолюмса, Сонитениба и даже о химиотерапии с использованием других препаратов. Здесь мы можем говорить о возможности использования именно таких подходов, даже если некоторые приемы еще не одобрены всеми организациями. Принимается также вопрос о том, нужно ли удалять первичную опухоль. Конечно, нам нужны дополнительные доказательства, поэтому мы можем подумать о самых разных линиях лечения. Сейчас нет такой определенной последовательности приемов лечения, полностью одобренных, поэтому клиника выбирает свои приемы. Мы, конечно, имеем определенные маркеры, даже в случае химиотерапии они работают, и они помогают нам увидеть, к чему мы можем прийти, каковы будут результаты. Возьмем группу метила, CH3, вот в этой позиции. И здесь мы, вот в этой ситуации, безусловно, имеем с вами механизм действия стриптозота, бекармазина, но здесь есть и ферменты, NGMT. Этот фермент преодолевает воздействие препарата, и этот фермент можно обнаружить с помощью двух метров. Это иммунохимия и метилирование. И несколько отчетов публикованы, которые говорят о корреляции здесь, но мы не можем иметь полных ответов и абсолютно надежных ответов, потому что сейчас результаты, конечно, описаны, но они иногда являются весьма противоречивыми, потому что используются разные популяции опухоли и разные приемы. И если нам очень трудно поэтому использовать тот или иной тест, основываясь только на этих данных. В прошлом году в АСКО было представлено исследование использования различных лекарственных препаратов при гнетах, при опухолях. И мы надеялись, что это исследование даст нам ответ, насколько коррелирует с выбором стратегии лечения МЖМТ. результаты о соотношении МЖМТ с клиническим ответом еще ожидаются. На настоящий момент у нас нет каких-то предиктивных биологических маркеров для пациентов, которые могут получать лечение с унитипом и хевролимусом при нейроэндокринных опухолях. Мы анализировали применение, мы анализировали свыше 100 пациентов, 66 из них не было выявлено корреляции между ПФС и ДС, интерлейкин 1Б был ассоциирован с сокращением объема опухоли значимым образом. Интерлейкин 1Б коррелировал с этиологией и развитием опухоли. Другие исследователи считают, что... Несколько лет назад мы опубликовали исследование с применением сунитипа. Двойная модуляция МЦ1 и МТОР определяет ответ раковых клеток. Эвролимус очень активно исследуется в настоящий момент. В нашем исследовании мы пытались определить, выявить потенциальные биомаркеры для эвролимуса в рамках исследования третьей фазы. Около 30-40% пациентов от них были получены ткани опухоли, более 225 образцов. Популяция была довольно смешанной. Большинство мутировавших генов были аналогичны тем, которые уже известны. Это МН1. Ну, кроме того, мы исследовали предиктивные маркеры, и они оценивались по хромосомной стабильности, нестабильности. Во всех первичных участках. И, как правило, высокий уровень СИН ассоциировался с более длительной выживаемостью у пациентов. Давайте рассмотрим еще один сценарий опухоли малого кишечника. Пепсидная рецепторная лучевая терапия и эвролимус – это вторая линия лечения, первая линия лечения – это естественная ССА. У пациентов с опухолями существует предиктивный маркер, который известен уже в течение нескольких лет, и это самоцетатиновые рецепторы. Что очень важно, речь идет о рецепторах второго типа, ССТР-2, и они могут исследоваться либо иммуногистохимическим путем, либо… Третий уровень коллерирует в 99% случаев с позитивными результатами оптосканирования. У нас есть три важных момента – это прогноз стадирования и прогнозирование ответа на пепсидную рецепторную лучевую терапию. И ПРЛТ в этих условиях предлагать обоснованно, но ССТР-2 – это фактор выбора пациентов, это не предиктивный фактор. Из 2000 пациентов более 500 пациентов были исключены, потому что у них не было технических характеристик, не обладали техническими характеристиками опухоли, и у них невозможно было спрогнозировать хороший ответ на пепсидную рецепторную лучевую терапию. В порядке краткого заключения применение препаратов при лечении нейроэндокринных опухолей. Три из них исследуются в рамках исследования фазы 3. Сульфотениб проходил исследование фазы 3, но только в Китае. Нинтидониб в настоящий момент исследуется в Европе, и единственный препарат, который может быть одобрен для применения – это оксиотениб. не так давно был опубликован отчет, согласно которому химиотерапия препаратами платины может быть эффективной при нейроэндокринных опухолях данного типа. Данное заболевание является довольно гетерогенным, могут быть выделены три типа – тип А, Б и Ц, а это хорошо дифференцированные опухоли Ки-67, затем выживаемость 21,55%, тип Б, низкодифференцированные Ки-67, 21,55% тип Ц, низкодифференциация Ки-67 ниже 55%. И данные категории, разумеется, нуждаются в разных стратегиях, в разных видах лечения. И, конечно, при опухоле второй степени мы можем использовать подходы отличные, таковых для третьей. И в порядке заключения, при колоректальной низкодифференцированной нейроэндокринной карциномии нередко возникают мутации BRAF. Они ассоциированы с низкой общей выживаемостью. И данная область исследования, конечно, нуждается в дальнейшем внимании с нашей стороны. Спасибо. Никола, спасибо за ваш очень информативный, очень интересный доклад. У меня... К вам небольшой вопрос. Если мы рассмотрим ССТР положительную опухоль, это очень важный прогностический фактор. Вы говорили об этом на протяжении своей презентации. Как бы вы объяснили тот факт, что в исследованиях с применением эффективной рецепторной лучевой терапии пациенты хуже, чем ожидалось, реагировали на лечение. Ожидалось бы 80% на ответ, но по данным исследованиях среди пациентов лишь 40% реагировали на проведенное лечение. Вы обладаете очень ценным опытом в данном области и, может быть, ответите на мой вопрос. И второй вопрос. Во время вашей презентации Вы упомянули о том, что при опухолях поджелудочной железы у нас очень много терапевтических опций, опций первой линии. И Вы говорили о клинических факторах, которые Вы учитываете при выборе лечения. Мне хотелось бы, чтобы Вы остановились подробнее на этих факторах. Это два очень интересных вопроса со значительными последствиями для клинической практики. Во-первых, в сфере нейроэндокринных опухолей у нас очень хороший предиктор, и это ССТР-2. У нас имеются варианты терапии, которые воздействуют непосредственно на рецепторы. У нас есть рецепторы, есть терапевтическое средство, есть медикамент, лекарственный препарат, и вот таким образом осуществляется эффект. Но картина гораздо сложнее, поскольку пациентов много, опухолей тоже много, и рецепторов тоже много. И поэтому здесь не всегда возможно ответить да или нет. можно всегда спрогнозировать, четко спрогнозировать, каким образом пациент будет реагировать на рецепторную лучевую терапию. Функциональная визуализация имеет здесь критическое значение. и если и разумеется, результаты здесь могут варьировать по качеству СССР-2, как бы я сказал, это не прогностический фактор, это фактор выбора, это фактор выбора популяции пациентов. вы, конечно, можете задумываться о проведении аппетитной терапии у тех или иных пациентов, но существуют определенные критерии отбора, и недостаточно задумываться о том, может или не может данная опухоль реагировать на аппетитную терапию. Ядерные физики, наши коллеги, изучают потенциальные предикторы, прогностические факторы на основе транскрипторов, они проводят анализ крови, основанный по 51 альтерации РНК, и далее производится математическая обработка данных. и результаты этого теста могут иметь прогностическое значение. Результаты исследования в этом направлении была опубликована группой исследователей физиков несколько лет тому назад. При помощи такой величины, как PPQ, вы можете определить спрогнозировать успешность или не успешность лечения. И второй вопрос. Разумеется, у нас несколько терапевтических опций, которые нам доступны. Мы это только приветствуем, пациенты наши тоже. Однако у нас нет специфичных биомаркеров, которые могут информировать нас о том, какой конкретно препарат применять. Это проблема. Наверное, да, но по сравнению с прошлым, когда у нас вообще не было никаких возможностей, это большой шаг вперед. И будучи врачами, мы должны, конечно, думать клинически, мы должны практиковать клиническое мышление, рассматривать все возможные опции. Можем решить начать с терапии, с той или иной терапии. И наше решение связано с целями, которые мы себе при этом ставим. И в рамках мультидисциплинарной команда, мы должны эту цель сформулировать и ее далее придерживаться. Нужно ли нам обеспечить контроль опухоли? Существует ли клинический синдром? Если он существует, то он, конечно, является приоритетным при лечении. Разумеется, нам необходимы клинические исследования для верификации, для детекции, для выявления возможных биомаркеров. однако, в случае с нейроэндокринными опухолями, мы не можем думать таким же образом, сходным образом, как при раке, допустим, прямой кишки, когда у нас есть всего один биомаркер. На самом деле, здесь необходимо создать какое-то мультианалитическое, а не моноаналитическое средство, инструментарий. сходным образом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...